Девушки отдыхают 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 Заодно и узнаем цену вопросом. Сколько она стоит? Так, что ты дорогу немного запамятовал? Все, вроде разобрался. Да, это тоже такая вырезанная фича. Ее вроде как раз таки показывали на геймплейном ролике в десятом году, там где была еще продемонстрирована другая вырезанная миссия. Ох, как я вылез, который проехал к стенке. Думал еще раз еще будет, но нет. Кто-то вот где-то как бы тупо сигналил, знаете. Давай, открывай, что-то у тебя есть. Добрый день, Вито. Котель молотоват, мычки у нас есть, мясницкий нож, дубинка, магнум. Магнум нет, дороговат. Вот оно, да, LTC? Ну, всего три бакса стоит. Это все, что ты хотел. Ладно, больше покупать ничего не будем. Береги себя. Ты мой лучший клиент. Да, покупать больше ничего не буду. И так, обойдемся. Ну все, теперь можно заглянуть в оружейный магазин. Он находится как раз таки недалеко от Фредди. От бара у Фредди. Так, что-то подогнуло немножко. Заглянем, что-то на закупнице, может быть. Хотя, по-моему, у нас что-то есть, какое-то оружие. Или там патронов много уже. Что-то было в вооружении. А, и кстати, блин. Я, помню, забыл на прошлый. Да, на прошлой голове я этого не делал. Сделаем сейчас. Почитаем новости. Что там интересного пишут в прессе. Давай знакомимся. Посмотрим. Так, новости Empire Bay. Лидеры стран обсудили Польшу. Было принято решение оккупировать Германию. Разделить ее на оккупационные зоны. Вновь был поднят вопрос о репарациях. И было решено, что в Европе и США отойдут СССР 50% репарации. Окей. Новости с форум-то, да, тут, так сказать. А что там еще есть? Вечером в ВРЦ произошло ограбление. Украден дефицитные талоны на бензин. Полиция предполагает, что талоны были проданы заправкам. Полиция уже делает свой ход. Ищет преступника. Или преступников, они пока, наверное, не знают. Кто что сделал? Так, нож. Револьвер. А, так у меня полный запас, что ли? Ну-ка ты, посмотрим. Ну да, у меня еще и... Тут пугалка есть. И дробовичок взяли. В прошлый раз. Хорошо, я его не тратил. Ничего не тратил, хорошо. Хорошо. Ну да, прошлая миссия прошла гладко. Ничего не пришлось стрелять. Все прошло чисто. Так, ну ладно, приехали. Короче, мы к Фредди. Давайте узнаем, что там заработка нас сегодня ожидает. Какая-то крупная, интересная. А вот и Джойси без геймера. Смотрите, кто пришел. И где это ты был? Весь день продрых, что ли? Имею я право на отдых после работы, нет? Что вам подать, сэр? Кофе. Пока возьму только то, что он должен. Пока. Но когда про это узнает Альберто, кое-кто в дерьме утонет, уж поверь. Ну и, эээ, слышал, ты вчера не очень-то отличился. Я не совсем, чтоб виноват. Бывает. Ну ладно, ребята. Это рисковый бизнес. Если он вам не нравится, всегда можете идти и горбатиться за копейки. Извини, Генри, я просто подначивал. Так что насчет сегодня? Наши вчерашние планы все еще в силе? Сейчас узнаем. Целых два лишних месяца, мать, вашу пачку! Где мои бабки? Вот что себе думает у меня тут розочки? Делай. Сейчас. Кто это? Кто-то, кого тебе пока знать не надо. Ладно, слушай. Тут один тип задолжал боссу денег, взял в долг, чтобы открыть большой ювелирный магазин и задерживает возврат. Сегодня мы взыщем с него долг. Камушками. Ну и немного сверху за труды. Джо, объясни. Ювелирный в торговом квартале, в центре города. Ночью там охраны нет, так что просто взломаем замок и залезем внутрь. Как-то слишком просто. Потому что просто. Почему у тебя все должно быть сложно? Ага, ты даже лампочку заменить не можешь. Да не волнуйся, я все продумал. Я раздобыл форму телефонной компании. Сделаем вид, что что-то чиним. Ну ладно, пошли. Хорошо, обнесем подонка вчистую. Всего-то дел дождаться темноты. Так, ну вот такое, в общем, дело нам предстоит. Нужно будет ограбить ювелирный магазин. Ювелирную лавку. Ну что, поехали. Джо уже разработал план. Прикинемся, телефонной компании. Что-то там чиним, что-то там делаем. По своим делам. Так, правильно, правильно. В общем-то да, налет сейчас будем делать. Ну скорее просто ограбление. Мы же хотим все делать по-тихому. Кстати, миссия-то прикольная. Такая реально гангстерская. Ограбление, все такое, погоним. И что, дальтоник красный же? Да ладно тебе, не капюшу, я нормально еду. Мы же хотим все быстро заправить. Давай же здесь классно зимой сделано, на самом деле. Я не перестаю удивляться, он очень красивый. От ночи, особенно, на ручку все. Он такой свет фонарей. Лампочки такие уже прогоревшие немного. Тут не все. Есть новые, свежие. С таким желтоватым оттенком. Очень красиво выйдет. Ну а тем не менее, мы уже приехали. И нам нужно... А ну вылезай. А ты подожди. Нам нужно для начала отключиться на реализацию. Сейчас немного ближе я подъеду. Так, а делается в этом переулке, да? Лишь как он подожди. Вроде бы в этом. А где Джо? Ладно, хрен с ним. Без него разберемся. Прошлой миссии, да, мы вырубаем тоже сигнализацию. А, вон бежит, бежит, ладно. Вот распределитель. Открой и отключи сигнализацию. Давай. Так, теперь руби питание. Господи, что тут этих проводов-то хрена. Просто тоже мне. Так, какой провод осоедить? Слушайте, блин, я даже не знаю. Красный провод, синий, зеленый, белый. Давайте синий. Повезло, что синий был, на самом деле. Окей, ладно, хорошо, идем. Забавная такая мини-игра была, конечно. Ладно, что-то все любуются с красотами. Такого городского пейзажа. А нас тут дело, между прочим. Все, давайте. Зламывай замок. И мы проникаем вовнутрь. Я опять потерял Джо. Где он там? А где Джо? Ладно, догонит. Может, на шутере стоит, он смотрит. У нас же полиция разыскивает. Ну, это ерунда. Так, разбейте витринам. Добьем витрину и обчищаем все. Всякие брюлики. А мне интересно всегда было вот то, что на витринах стоит. Это настоящее, что ли? Это не бижутерия какая-нибудь? Ну, там, для... Не знаю, для вида. Так, ты уже все почистил? Нет, не все почистил. Хорош, хорош, давай, 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 давай. Аккуратно, не поцарапайся, смотри. Эти тоже можешь капчики поломать. Смотрю на эти камушки, что-то не напоминает Резентил 4. Со всеми этими писетами и прочим-прочим. Шпинелями. Это еще что? Давай, давай, вот-вот копы заявятся. Двигай! Брайн, сука, Онил? Это что за хрень? Ты обурел? Моча в мозге ударила. Барбаро, ты что это тут делаешь, козел? Вы припозднились, вам уже ничего не осталось, шеф. Еще чего, хрен тебе, жердяй. Это наша добыча. Хочешь уйти ножками? Давай, я не все, что взял. Ага, сейчас. Что-то на табличке не написано про Брайана Онила. Если б было, я бы не грабил. Сразу прощу. Всем постам 10-3-1 в торговом центре Вестсайде. Повторяю, 10-3-1 ограбление. 54-й. Вызов принят. Так что линяйте, пока копы не подвалили. Ааа, черт. На-ка, выкуси. Валим отсюда. Да и да. Приехала сюда шпана, ирландская. Давай, выбирайся. И все нам испортило всю малину. Черт, копы. Открой меня, я открою дверь. Ситуально, конечно, сейчас смешно, я на самом деле. Да и не скорей. Ситуация очень забавная. И веселило тоже в свое время очень сильно. Такие грабим тут. Тебе тихо, мирно грабим. А тут бац, и вот. Чувочки приехали. Давай, уже скорее, здесь автомат мы стреляем. Тут пошло тяжелое автолеение. Давай, 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 давай. Закроем дверь. Не знаю, зачем. Подмога все прибивает. Да, весь город сейчас на уши поставим. Этой маленькой работенкой. Твою мать! Здесь сейчас будет опасное место. Черт, снова тут... Потому что, по-моему, у кого-то я забью, если я не ошибаюсь. Ну, здесь вот некое такое место, а отстреливаться не очень удобно. Дьявол, это тоже заперта. Следи за лестницей, я открою. Сидит такой чувак-то. Давай, торопись, я прикрою. Да, опасно очень. Ну, где он там? Я же знаю, где-то он есть. Ладно, хрен с ним, пошли, давай. Нам сюда, это единственный выход. Ты с ума сошел, тут лед сплошной. Хе-хе-хе. А что делать? Не хочу садиться. Замоките кто-нибудь! Чувак навернулся. Подожди, я хочу патроны. У них есть патроны, нет? Для револьвера у них патроны есть. Ну ладно, просто идти уж. Давай, греби сюда. Тебе, блин, особое приглашение нужно. Вон там, стреляй! Черт, господи, осторожней. Летать научился? Да я, кажется, обжел. Где? Давайте сюда пошли, чержан. Да нахрен. Столько мне не плачут. Хе-хе-хе. Ну да, логично. Сюда, так мы выйдем на улицу. А нам сколько заплатят, Джон? За весь риск. Ну ладно, мы уже почти сбежали. Но все равно надо... Поро-то ребятки там. Как-то быстро снимают, хотя вроде на легком играю. Неужели сложный включил там как-то? Случайно. Так, все, кольт уже пустой почти. Будем мы с... куколке этой стрелять. Хотя я вообще не люблю. Этой пистолет. Убиваться... Накуда. Ладно, хрен с ним. Закрою дверь. И убегаем. Пошли. Идем, идем. Да, вот, конечно, ситуация очень смешная получилась. Если так подумать, то... Вообще, какая-то комедия, не знаю. Криминальная комедия. Отвали мусор. Отвали мусор. Я ничего не делаю. Ну, везет ирландцам. Это что за хрен? Брайан О'Нин. Двинутый ирландец. Ума нету. Работает громилы по найму. Да уж, вряд ли он был мозгом операции. Черт. Купы. Быстро втень, скорее. Давай, давай. Не волнуйся. Давай сумку. Я заныкаю добро. Ладно, друг. Увидимся дома. Не попадись, только по пути. Так, мы разделяемся. Я помню, в этот момент был мне очень сложен. Когда я играл первый раз. Потому что тут был розыск, как видите, да. Дерека есть для вас работа? К Дерку надо заехать еще, что ли? Ну, давай, заедем. Что за работа, интересно. Что-то я не помню. Когда я проходил модификацию, я не помню какого. Но для начала нужно избавиться от розыска. Сделать это можно несколькими путями. Сейчас, для начала какую-нибудь машину сейчас угонят. Дай зелененькую. Такая веселенькая, позитивненькая машина. Итак, можно либо позвонить, дать взятку. Нужен любой телефон, любая телефонная будка. Или вот можно всяких кафешках там тоже с телефона. Можно им воспользоваться. Ага, меня вычисли. Меня выделили, как машину угоняют. Здорово. Как быть? Или что, на это ехать? В каком-то я не убираю по никуда. Либо же перейдятся. Здесь, в принципе, есть недалеко телефонная будка. И можно было бы аккуратненько добежать до нее. Но я вот хочу переодеться. И, видимо, это мне сейчас будет с трудом. Мне это удастся. Вот она, телефонная будка. Совсем рядом. Они отмечаются, когда я в розыске. Они ближайшие отмечаются на карте, на радаре. Так. Сколько я помню, да, есть там магазин одежды. Рядом с портом. Блин. Все. Не удалось уйти. Ладно, попытка номер 2. Подвините в ту сторону. Ладно, хотел аккуратно украсть машину. Но, наверное, придется быстрее это делать. Игра говорит, нет времени для аккуратности. Делай все быстрым. Так, ну давай, давай, этот тот угоним. Так, подождите, подождите. Нет, пока что гонять ничего не будем. Там еще где машина проезжает. Капец, а очень тут много. Так, ну и поехали в порт. Так. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Аккуратненько проезжаем. Перекройте туннель со стороны южного... Туннель там перекрыть хотят. Все дороги, короче, закрывают, перекрывают. Корону ставят. А, ну и магазины тоже вроде бы помечаются. Нам рядом, в ближайшем... Время раски тоже удобно. Или они так помечаются на радаре. Если я не ошибаюсь, взятка стоит 500 долларов. Очень дорого. Целых три машины. Блин, опасно. Они разъезжаются, хорошо. Давайте купим какую-нибудь шмоточку. Обновки. Давайте вот эту пальтошку серую. О, все. Это же как-то по-цивиленее, видите, стал выглядеть. А то в этой курсе все бегает своей. Кожаный. Ну а тогда заедем к Дереку, посмотрим, что у меня было за здание. Слушай, я правда не помню, что за здание. Может, я и не делал его. А может, и делал, но забыл. Здесь это не то здание с работягами. С парикмахерской платой этого. А здесь это не оно. И что он такой позднее время такой работает? Что-то, видимо, серьезное. Слушай, нет, наверное, все-таки не работяги. Давайте узнаем, чего гадать. Только посмотрите, кто пожаловал. Так, дальше попаларно. Хорошо, что зашел. Все мои ребята со Стивом пошли решать мои внутренние проблемы. А мне еще... А мне нужно решить еще одну проблему, для которой ты подойдешь. Один ублюдок на вокзале решил выйти на мой рынок по продажам. Машины мешают моему бизнесу. Уничтожь эти машины. Постарайся сделать все по-тихому. Мне не нужны заголовки о пожаре в Диптоне. Выполнишь работу, я тоже заплачу. А я тебе заплачу неплохие деньги. Соглашайся, не пожалеешь. Ну, давай. Я вспомнил эту миссию. Да, все, я вспомнил. Прикольненькая такая миссия, но нам нужны патроны. Сейчас заедем, здесь недалеко есть магазинчик. Куда-то мы и заедем. Где право получал? Чувак, тебе лучше, наверное, не знать. Легче тебе от этого не ставят, мне кажется. Вот магазинчик здесь как раз-то стоит. Посмотрите, какая раскраска интересная его машина. Бежевая такая, да, основная. А крылья... Такие бирюзовы света. Очень красиво сделано. Вам нужно оружие или только боеприпасы, братишки? Кому нужна пушка без патронов? Давай. Дейди у нас есть. Личные нитраты можно себе позволить. Для вас... Так, ну и поехали на подработку. Вокзал. Не так, в принципе, далеко. Это просто прямо ехать можно разогнаться. Подтапка мы полные. И доехать в ближайшее время. Машинка тоже шустро. Вот, смотри, да. Козырное. Там была машина красная такая. Шуберт, это кто-то из оригинальной первой мафии. Такой привет, да, из первой мафии, из тридцатых годов. Ой, что-то сильнее разогнался. Так, сейчас. В принципе, что, пижа, автомобиль сону не мой. Так уже биты он. Сколько я вам разумел. Стеклу ломал. Так, подожди, я вообще правильно еду-то, нет? Да. Ну я немного, наверное... Слушайте, я, наверное, немного неправильно... Ну, как сказать, не то что. Неправильно, просто немного кривенько поехал. Там же можно было через подземку поехать. А что-то через мост решил проехать. Проехать, погонять по мосту. Да ладно, фиг с ним. Не буду уж разорачиваться. Сами сами. Что-то про эту дорогу подумал. Знаете, вот про длинную такую еще, она большая, четырехполосная. Широкая такая. Система из домиков идет. Из труб, точнее, дымок или? Преследую гонщика! Так, я бы... Понял. Пропалился, но вылайн еще. Сейчас спать мне поедем. Уже вылайн. О, что он говорит. Ну и почти приехали. То, что это такой прикольный райончик, который мне что-то нравится. Интересно так сделает. Дома такие высокие, здания. Ну, не выше, чем вот где он центр, да, это как называется. Мидтаун, который. Там-то, конечно, да, высокие совсем постройки есть. Здесь такие, знаете, скорее привычные моему взгляду. У нас в городе примерно такой высоты. Все, приехали. Вот он, вокзал. Вот эти авто. Конкуренты, конкуренты прибыли. Сейчас мы с ними разберемся. Так, Вида уже все припарковался, все сам сделал. Насчет того, можно ли это сделать по-тихому, я на самом деле не знаю. Я просто раз пытался. Аккуратненько там куда-то пролезть. Ну, меня уже нашли. Меня уже все обнаружили, поняли, что я... Не просто так здесь кручусь. Так. В общем, не знаю, можно ли здесь по-тихому все сделать. Ну, я еще методик стреляю, конечно. Так, первый готов. И ставим за будкой. Ну, давай вылазь уже. Все отлично. Так, где у них табаки находятся? С какой стороны это за? Все хорошо. Четыре машины получается, да? Да, четыре авто. Сейчас мы с ним разберемся. Что это за патроны? Кольт, отлично. Все. Вся машина повреждена. Мы быстренько текаем, пока они прибыли сюда. Полицейские. Они и так на ушах, наверное, из-за того, что сегодня произошло. Вечером. Недавно вот. Так еще и мы здесь. Понимаешь, либо я не. Подкидывали, конечно, мы работенки полицейским. За сегодняшнюю ночь. Да ничего, ничего. Пускай, блин. Не все же пончики с кофейком дут. Правильно говорим? Пускай работают там. Следуют. Расследуют. Ну, и мы, короче, заплату идем. Через подземку поедем. Сейчас мы здесь погоняем заодно. На всю катушку. Преследую гонщика. Понял. Ну, давай преследуй, преследуй. Какой-то неплохо получается. Да и в этом тоже не лучше получается. Где их только понабрали таких? Там, смотрите-ка, самолет летит наверху. Бомбардировщик, полагаю, да? Или просто какой-то грузовой. Ну, не высоко так вообще. Пролетает. Хотя, мне кажется, его должен быть слышно, наверное. Парпеллермита. Кто-то еще ругается. Кто-то испугался. Очень сильно, видимо, возмутился и испугался. Не так жестко ругнулся. Вообще, вот, неинтересно стало. Знаете, вот тут есть линии метро. Тут и подземка есть. И вот наверху. По карте тоже отображается тут дорога там железная. Интересно, почему нельзя-то кататься на пользу. На электричке почему нельзя? Хотя, больно ли она? Надо, конечно, это делать. Первый-то мафия и тот только в одной миссии покатались там. Ой, блин, даже как-то. Понял. А на трамвах там не было миссий кататься в первой части. Ну, я в свободной игре на них катался, честно говоря. Прям такой сюда заехал. Ладно. Давай, короче, работа выполнена. Ладно, вот твоя доля. Че там, ну-ка? Эти хаточка, ну неплохо. Есть, че еще? Ты же сделал работу. Передохни, ты заслужил. Какой ты заботливый, слушай. А он тех работяг, че не хочешь освободить-то? Время-то смотри уже какое. Начинай смену. Это такой в порту вообще есть, нет? Респектов еще накидали. Так, ну и в принципе на сегодня, наверное, все, да? Делать больше-то и нечего. Да, отправляемся домой. Отсыпаться. Работа была опасная, рискованная. Еще и подработочка тут была. Колтурка такая. Небольшая. Ну, тип-топ. Все, тип-топ. Все хорошо. Ну, это, конечно, ограбление вообще забавно. Как вспомнишь момент, сразу улыбка, знаете, появляется. А на лице? Подправить, правильно я говорил, то есть такие высокие дома, здания вообще-таки вустотки прям невероятные. Он там еще. Настолько большие, что даже камера-то не может все это заснять. Хотите всю эту величину, весь масштаб не может камера заснять нормально. сейчас еще и о чем подумал. Может быть, стоит как-нибудь включить радио, но хотя бы на одной серии, посмотреть, что будет. Но мне кажется, ничего хорошего такого не будет. Авторские права прилетят и будет в некоторых местах звук такой себе ужасный. Ну что, с музыкой? Ну тогда-то вроде бы не на все песни авторские права есть. Но на многим. Ладненько, посмотрим, короче, что он футеется с этой музыкой. Ну, уже потом не буду эту машину сохранять. Ну ее нафиг. Битая вся, разбитая, да еще и угнанная. Да, принципе, она ста машинтора угнанная. Что там говорить-то? Да ладно, мы там номера перебили. Прокачали даже немножко. Опаньки, смотри-ка. Преступление. Тот чувак был мафиозником, да, который утром здесь стоял, шевался. Но он правда выглядел очень подозрительно. Так, давайте мы перекусим. Давайте холодненького пивка обахнем. Ну и, может, бутер какой-нибудь иним. А давайте гамбургер, он же такой сытный, по сути. Все. Все. Давайте сохраняться и спать. До следующей главы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok